Есть две новости, одна плохая и одна хорошая. Вы смотрите столярный канал Владимира Жиленко. Плохая новость, вы прекрасно ее знаете, но тем не менее я озвучу. Производитель старается выпускать продукт с такого качества, чтобы она быстро выходила со строя и не подлежала ремонту. Такая ситуация сложилась и в мебельной промышленности. Если вы зайдете в магазин и посмотрите на табуреты, на их качество, то вы сами прекрасно, друзья, понимаете, о чем я говорю. Хорошая новость в том, что покупатели стали больше обращаться к мастерам, чтобы мастера им изготовили хороший, надежный, крепкий табурет. Такая новость обнадеживает. Два года назад такой тенденции не было. И это радует ситуация, хотя лес дорожает. Как вы догадались, сегодня я буду изготавливать табурет. Табуретов на моем канале очень много и эти табуреты очень часто сочетаются со словом солдатский. Солдатский табурет это обычный табурет, немножко выше стандартных размеров, имеет очень крепкую форму за счет большого сечения ножек, за счет двух царг, это верхняя царга и проножка. Про образов солдатских табуретов очень много, поэтому на моем канале также снять не один фильм, где я рассказывал об этих табуретах. Сегодня буду изготавливать табурет, но есть одно но, о котором хочу рассказать. Заказчица выступает девушка и вес вместе с пилоткой этой девушки составляет 120 условных единиц. Девушка заказала табурет, чтобы он отвечал таким требованиям. Первое, немножко выше стандартного размера, сидение должно быть обязательно круглым, но форма солдатского табурета, цвет темный. Можно украсить, то есть сделать какое-то украшение на этом табурете, чтобы он был привлекательный. Приятного просмотра. Для изготовления столярной работы я буду использовать термодревесину. Что за дерево, я скажу в конце фильма. Приличная толщина, такой шоколадный оттенок красивый. И перед изготовлением столярной работы замеряем влажность. Позиция 4 для плотной древесины и меряем влажность. 6,5% Следующую меряю. 4,5% Еще меряю. 5. Вот примерно такая влажность гуляющая. Это разные заготовки. В моей столярной мастерской находится распиловочный станок с кареткой. Джип 1600. На этот станок я изготовил самостоятельное приспособление. Есть об этом фильм. Это приспособление служит для пиления заготовок клином. Для того, чтобы выполнить ножку, обычно я склеиваю заготовку, чтобы в чистоте после обработки сечение было 60 на 60, внизу 30 на 30. Для нашей ножки в среднем 420-440 мм. В зависимости от роста человека. Приспособление это хорошо тем, что передвигается каретка. Здесь отсутствует при движении какой-то изгиб. Устанавливая заготовку, я использую прижимы. И вот примерно так передвигается вся эта система. Каретка, приспособление, заготовка. Остается на своем месте только пильный диск. Происходит пиление. Предварительно обрабатывал, делал две базы. Вот так смотрится заготовка. Теперь эту заготовку я буду пропускать через уговальный станок. Буду использовать упор, чтобы здесь углы были 90 градусов со всех сторон. После обработки на ханках заготовка имеет такой вид термодерево. Я пока не говорю, что это за дерево. Просто показываю вам. И, друзья, вы должны определить. Я в конце, конечно, озвучу и скажу, что это за материал. Ну, пока термодерево. Крупная текстура дерева. Наверное, многим знакома. И многие работают. И вот эта порода дерева похожа еще с одной породой. Они практически очень одинаковые. И даже можно иногда попутать две древесины. Вот сколько я в подсказах сделал. Для того, чтобы вот этих не было острых краев, надо снять фаску. Фаску снимать можно разными способами. И самый доступный способ, это, конечно, кромочник. И фреза с радиусом примерно 2 мм. Этого достаточно, чтобы фаска снялась, но не потерялся вот этот размер. Использую кромочник. Фирма Статус, друзья. Несколько секунд. И наше изделие обретает уже совершенно другую форму. При обработке всегда появляются изъяны, сучки. И вот эти места обязательно надо прошпаклевать. Обязательно. Хочется задать вопрос моим зрителям и моим подписчикам. От чего зависит успех будущей столярной работы? Попробуйте ответить. Вот подсказка лежит. Догадались? Отвечаю. Каждая столярная работа состоит из нескольких составляющих. Первая. Это эскизная часть. Вторая. Это техника исполнения. И третья. Финишная отделка. Если все три эти параметра будут выполнены на 100%. То и готовая столярная работа будет выполнена на отлично. Я рисую на бумаге. Склеиваю старые листики бумаги А4. И прорисовываю будущую столярную работу. Иногда прорисовываю только часть. Вот допустим в этом табурете достаточно расположить ножки под каким-то определенным углом. Чтобы посмотреть и потом произвести запиловку на торцовочной пиле. Посмотрите. Ножки так. И ножки так. Есть разница в табурете? Уже табурет смотрится совершенно по-другому и смотрится плохо. Ножки можно поставить прямо. В табурете нет устойчивости. То есть найти надо золотую серединку. И эта золотая серединка послужит основанием для настройки торцовочной пилы. Мы должны найти угол. Надо воспользоваться готовым чертежом. Для того чтобы получился чертеж правильно нам надо определиться с размерами заготовок. Они практически готовы. Я специально взял одну заготовку даже с дефектом. И потом как я буду пилить вот эти места я буду укладывать вовнутрь табурета. Вверх табурета сиденье. При задавлении табурета я использую размер 320 на 320. Это стандартный размер. Теперь немножко отвлечемся от табурета. И возьмем к примеру стол. Если изготовить квадратную столестницу размером 1 метр на 1 метр. То площадь у нас получится в столестнице ровно 1 метр. Если мы будем изготавливать круглый стол с диаметром 1 метр. То площадь столестницы получится 0,78 квадратного метра. Уменьшается, да? Для того чтобы сиденье получилось полноценным. Мне надо размер или диаметр сиденья немножко увеличить. Как наклонить ножки. И в этом положении я сделаю зарисовки на листе бумаги. Потом возьму транспортир, замеряю эти углы. И эти углы будут основанием для настройки пилы. Вот такой получился у меня чертеж. Это набросок. И по этому чертежу я буду изготавливать табурет. И есть угол. Вот этот, наверное, самый главный. Вот этот угол. Сколько он равен градусам. Можно взять такой транспортир. Этот уже немножко точнее. Укладываем этот транспортир. Укладываем таким способом, чтобы одна линия и вторая линия совпадали. Можно немножко подвинуть. И здесь есть шкала деления. И смотрим на эту шкалу. Есть такой транспортир, более точный, с нониусом. Это транспортир для того, чтобы уже точно измерять углы. И поставить точку в измерении. И вот эта шкала 7 градусов. Итак, угол равен 7 градусам. Наклоняю голову. Устанавливаю 7 градусов. Здесь довольно точная шкала. Я уже проверял. Стол не поворачиваю. Устанавливаю детали. Вот с этой стороны я должен произвести замер. То, что остается на рабочем столе. Здесь угол будет меньше. Высчитываем 90 минус 7. Производим замер. И получается 83 градуса. Шкала 80. И еще 3 деления. 83 градуса. Дальше поворачиваем. Стол на 7 градусов. Есть фиксация. И обязательно надо зафиксировать в этом положении. Здесь два угла, два наклона. Внутренний угол это внутренняя часть заготовки. Это наружная часть заготовки. Именно то, что к оператору, вот эта часть должна быть хорошего качества. Просматриваю. Здесь детали очень хорошая заготовка. Укладываю. И произвожу пиление всех заготовок. Не меняя положение головы, не меняя положение стола, произвожу торцевание ножек по длине в размер. Одна сторона уже отработана, верхняя. Внутренней стороной к себе, к оператору. Длина 430 мм в ножке. Еще одна операция, которая, наверное, мало показывает, это шпаклевка. С одной стороны, как бы да, неаккуратно, когда места зашпаклеваны. Но с другой стороны, есть необходимость в том, чтобы эти места зашпаклевать. Посмотрите, есть углубление. И так быть не должно. Интересная древесина. Тем более, ее цвет интересен. И, к примеру, такой шпаклевки у меня нет. Есть шпаклевка дуб. Написано дуб. Для того, чтобы сделать шпатель, я использую такой нож обойный. Нем прекрасно можно шпаклевать. Беру немножко шпаклевки. Цвет совершенно не подходит. Есть такие красители, когда-то я занимался, увлекался очень слэбами. И вот эти красители для того, чтобы красить смолу эпоксидной. Они чудесно подходят для того, чтобы размешать эту шпаклевку. Конечно, надо чувствовать перед тем, как замешать еще и с меня темная венга. И вот это все три состава я должен смешать, чтобы получить цвет, который мне необходим. И потом прохожу проблемные места. Как-то получилось, друзья, что я эту работу упустил из виду. А показать обязательно надо, да? Потому что, наверное, многие столкнутся с проблемой нехватки шпаклевки именно того цвета, который необходим. А нож обойный прекрасно справляется с такими работами для шпаклевки. Он хорошо втирает и снимает лишние остатки шпаклевки. То есть, два в одном. Ну вот, примерно так зашли. До высыхания. И потом окончательная шлифовка. Две шлифовальные машины. Орбиталка и плоскошлифовальная макита. Разное зерно. И после обработки ножки смотрятся следующим образом. В это время склеил еще четыре мебельных щита. Это будут заготовки на сиденье. И вот здесь еще сиденье. На станке изготовил заготовки. Царга широкая деталь. Проножка поуже деталь. Рабочий стол настроен с поворотом стола и с наклоном головы. Наклон головы возвращаю и ставлю в ноль. С одной стороны зарезаю царги. С углом, который выставлен на столе. Для меня главный внутренний угол топорья. Вот такие небольшие царги. За счет того, что будет сиденье круглое. После торцовочной пилы заготовки имеет такой вид. Царга проножка. Толщина одинаковая. Соединение с ножками вот этих деталей будет происходить при помощи вставного шипа. Я использую самодельное домино. Настроил домино. Работаю в паре с пылесосом. То, что здесь срезано, я не обращаю внимания. Устанавливаю деталь как бы прямолинейную. Очень быстро, аккуратно, чисто, красиво и точно. Выполняю фрезерование на всех деталях. И покажу немножко, как я буду устанавливать ножки. Фрезеровка на ножках. Ограничение по длине. Сначала правое, потом левое. Заготовки на сиденье. Склен, мебельный щит. Теперь установил на рабочий стол фрезерного станка ЧПУ. Внутри я буду вырезать небольшой рисунок. Это узор. Правильно называется это розетка. Глубина по Z 2,5 мм. Диаметр 150 мм. И вторая операция это вырез круг. Немножко шум в мастерской. Тяжело комментировать. Но тем не менее хочется сказать, что это за шум. Это, во-первых, бочка с водой, 50 литров. И работает помпа для того, чтобы охлаждаться. Работает потолочный вентилятор Record Power с 5-летним гарантийным сроком. О котором я, друзья, не знал. Следующая операция это вырез. Здесь сиденье круглое. Диаметром 360 мм. Процесс сборки. Вот такой вставной шип. Солнышко светит. Прикрыл спиной. Потому что плохо снимает камера. Наношу клей. Вставляю и зажимаю струбцинами. Приспособление Крэга. Косой шуруп. С помощью косого шурупа буду крепить сиденье к основанию табурета. Финишная отделка. Первый слой это грунт. У меня есть такой грунт фирмы Текнос. Сейчас база и наношу на дерево, которое еще предварительно немножко прошлифовал. Хочу подробно остановиться и рассказать, как я наношу финишное покрытие. Я буду использовать грунт, нижняя банка, морилка. Для разбавления морилки ацетон. И верхняя банка это лак. Я должен нанести три слоя. Первый слой грунт, второй слой морилка и третий слой лак. Почему не наоборот? Первый слой не наношу морилку. Потому что такие вопросы были у меня. И подписчики задавали. И довольно таки часто такой вопрос. У нас древесина бывает радиальная. Бывает тангенс. Древесина бывает с учками. Древесина бывает зашпаклеванная, с дефектами. То есть разная древесина бывает. И на эту древесину надо нанести слой морилки. Если наносить первоначально слой морилки, она может лечь пятнами. Потому что древесина где-то плотная, где-то менее плотная. И вот это из-за плотности древесины, из-за сучков, морилка ляжет неравномерным слоем. Поэтому первый слой должен быть обязательно грунт. Грунт или пропитка. В качестве пропитки можно использовать лак. И этот лак нанести, разбавив растворителем. То есть жидкий слой. После первого слоя обязательно подымается ворс. И древесину надо шлифовать. Если мы нанесем морилку первым слоем, морилка также подымет ворс. И морилку надо шлифовать. Что недопустимо. Потому что морилка в некоторых местах может чиститься. И останутся пятна, которые будут просматриваться. Это некачественное нанесение морилки. Морилка должна лечь ровным слоем. А ровный слой мы можем положить только на прогрунтованную и зашлифованную поверхность. Я думаю подробно объяснил, друзья, и рассказал. Вот так выглядит готовая столярная работа. Табурет. Сегодня необычный табурет. И эскизная часть полностью принадлежит заказчику. Заказчик захотел, чтобы я изготовил солдатский табурет. С крепкими ножками, с большим сечением ножек. Напомню, вверху 60 на 60, внизу 30 на 30. Чтобы нижняя проножка или перемычка располагалась как можно ниже. Чтобы на нее можно было поставить удобно ногу. Неправильно сказал. Чтобы на нее удобно было поставить ножку. Женскую ножку. Не забываем, что солдатский табурет и девушка, которая заказала вес вместе с пилоткой 120 условных единиц. Поэтому нужна первая крепость в табурете. Надежность и гарантия, что этот табурет будет служить долго. Цвет темный. И сиденье должно быть обязательно круглое. Табурет состоит из двух деталей. Это основание табурета. Имеет форму усеченной пирамиды. И сиденье в виде круга. Две совершенно разные формы. И им тяжело между собой сочетаться, конкурировать. Чтобы круг не казался таким массивным. Я в центре вырезал небольшой рисунок. Углубление. Глубиной 2,5 мм. Выполнял на фрезерном станке ЧПУ. Вот он мой станочек, друзья. Такой рисунок раздробил круг. И круг смотрится немножко легче. И наверное многие напишут, почему отсутствует золочение. Вы видите, какая красивая древесина. Если я нанесу патину золотом, она впитается в эти прожилки. Поэтому я отказался от применения патины. Ну и наверное вопрос, какая все-таки древесина присутствовала при изготовлении табурета. Многие наверное догадались. Эта древесина похожа на ясень. Это вязкорогач термированный. Он имеет шоколадный цвет. Но заказчица попросила, чтобы табуреты были темного цвета. Табурет является элементом мебели. Но мебель это не элитная. Это простая мебель, но надежная, крепкая и долговечная. Что такое долговечная столярная работа? Это гарантия от мастера на то, что эта мебель будет стоять долго. Я недавно снял несколько фильмов, серий, где я рассказывал, как выбрать станок, что такое гарантия, гарантия на работу. И все вот эти фильмы как раз и связаны с сегодняшним фильмом напрямую. Заказчик пожелал, чтобы изделие было крепкое, надежное, долговечное. Это все входит в слово гарантия. И на такую работу я даю гарантию 10 лет. Я думаю, что за 10 лет ничего не случится. И эта работа будет отлично служить. Под потолком у меня потолочный фильтр, рекорд повар. И делая обзор на станки, я сказал, что гарантия кончилась. И ремонт я выполнил самостоятельно. Но фильтр этот необходим, он работает. Оказалось, друзья, я ошибся. И гарантия 5 лет. Наверное, единственная фирма, которая предоставляет такую огромную гарантию 5 лет. Об этом хочется сказать и привязать этот маленький совсем эпизод зелененького цвета оборудования, рекорд повар, к сегодняшнему фильму. 5 лет это редко вы найдете гарантию. Ну, 5 лет, подумайте. Попробуйте найти такую гарантию, чтобы продукция была на уровне 5 лет. Гарантия 5 лет. Я даю немножко больше гарантию на 10 лет. А работу вы видите, друзья, в картинке, в кадре. Давайте пообсуждаем. Потому что работа вызовет много споров. Особенно по поводу эскизной части. Не всем могут понравиться такие формы. Еще раз напомню, друзья, заказчица пожелала, чтобы табурет. Я изготовил именно под ее капризы. Под женские капризы. А капризы, эти очень простые. Это все-таки надежность табурета. В том, чтобы этот табурет можно было наклонить. И на этом табурете можно было покрутиться на одной ножке. Чтобы на нижнюю царгу можно было поставить женскую ножку. Чтобы это все выдерживало. Чтобы это было крепко. И все это, друзья, гарантия. Итак, гарантия от Владимира Ивановича 10 лет. Комментируйте, задавайте вопросы. Всем добро. С уважением, Владимир Желенко.